Здравствуйте, друзья! Сегодня 14 февраля. Валентайнс, да и день влюбленных. И едем мы со Светланой по коронному такому небольшому хайвею. И тут со всех сторон растет мимоза. Если вы увидите что-то желтенькое такое, вот это она. Уже проехали. Ну, может быть, что-то проехали, а что-то еще впереди. Много-много мимозы. Мимоза. У нас как-то это ассоциируется с 8 марта. Ну, вообще, как бы весна. И плюс еще вот сегодня это Валентайнс Дэй. И подумалось, что это тема, о которой надо поговорить, потому что отношения между людьми. Вот половиночки, да, которые срастаются, вместе сходятся в семье. И это не только, вот, скажем, люди, которые влюбленные, но это люди, которые постарше, у них уже детки. Вообще, я бы это воспринимал не просто как праздник любви, а как праздник, может быть, семейный. Нет, ну, это праздник именно любви, конечно, что ж семейный. Но, в принципе, да, но как бы любовь, она закономерно перерастает во что-то более такое серьезное. Да, и вот мы с тобой, Света, уже 40 лет вместе, мы отмечали недавно. Некоторые на нас смотрят и говорят, вот, смотрите, как надо. Валентинец, значит, по жизни. Меня зовут дядя Миша, а тебя, Света, сегодня назвали тетей Светой. Да, это очень трогательно. То есть люди как-то так вот сроднились с нашими. Я помню, на телевидении была тетя Валя, да? Тетя Валя, да. Для всей страны тетя Валя. Она была с детками там. Ну, и к ней все обращались. Ну, да, она так долго была, что детки, когда вырастали, понимаешь? Ну, вот, а ты будешь тетя Света. Можец. Она считает, а я дядя Миша. Так что, Света, давай мы про влюбленных, давай мы им что-нибудь скажем хорошее. Влюбленных, да. Ну, а что же, влюбленность дело хорошее. Но любовь и влюбленность, как ты понимаешь, это разные вещи. Ну, так а что теперь делать? Так, а ничего не делать. Так. Ничего не делать. То есть, на самом деле, любовь, которая приходит, это гораздо более глубокие вещи, действительно, которые свершаются где-то на небесах, не на земле. Когда люди находят того, кто им близок, на самом деле. А влюбленность, это так, это порыв, знаешь, первых взгляд. Но ведь и любовь сама по себе, вот, когда люди там встречаются, потом, вот, они нашли друг друга, у них создалась семья, они живут много лет вместе. Любовь же тоже разные стадии. Ну, да, конечно. То есть, влюбленность можно рассматривать, как вот, как бы, начальную такую стадию. Ну, она либо выльется во что-то, либо нет. Потому что, я вот там почитала, сейчас очень много любят писать, что есть там разные стадии у любви, да, там, стадия влюбленности, там, потом, как, что-то, я уж не помню их название всех. Первые три года. Да, первые три года, потом семь лет, потом четырнадцать, там, потом двадцать, что-то такое, циклы, да. Да, но не все выдерживают даже трехлетний, там, какой-то срок начальный. Да. Вот, ну... А почему, Светска, как ты считаешь, почему так бывает, что вот люди, у них любовь, морковь, они женятся, и потом вдруг выясняют, что они вместе не могут. А еще, знаешь, вот, в Америке тоже, вот они еще пять лет живут уже вместе, гражданским браком, можно сказать, потом уже официально отношения оформляют и через год разводятся. Как так вообще? Ну, видишь ли, причин для этого много, и не всегда эти причины находятся вот так вот на поверхности, чтобы просто вот сказать, вот, причины именно в этом. На самом деле там есть еще скрытые причины, которые могут находиться у нас, там, в нашей семье, в нашем роду, и кармические какие-то причины. Причин много разных, и они сложные, чтобы так вот их лихо взять и перечислить в Валентайн Дэй. Да. Ну что же, все-таки ты знаешь еще, мне кажется, что вот в этом во всем существенным элементом является воспитание, которое люди получили, семейная традиция. То есть, вот, допустим, раньше люди в предыдущих поколениях, они женились, они знали, что женятся один раз. У них не было такого плана Би. Ну, в крайнем случае, значит, там, разведемся и там заново все сделаем. Правда? Ну, понимаешь, как, вот два человека встречаются, и каждый из них – это какой-то своеобразный пазл, один пазл, да, от какой-то большой картины. И вот получается, что если они сойдутся, да, и эти пазлы сойдутся, как и часть одной и той же большой картины, то у них все по жизни сложится. Но бывает так, что какая-то влюбленность, потому что это юность, это молодость, это... Гормоны, да, и люди встречаются, а потом оказывается, что они принадлежат совершенно разным пазлам, вот и все. Это выясняется, там, через три года уже ребенок есть, и, в общем, все такое, но ничего нет общего, что их объединяет. Такое тоже бывает, конечно. Вот, и очень трудно, например, в молодости понять, это твой пазл или нет. Это очень трудно понять, правильно? А ты считаешь, родители лучше видят или нет? Вот, когда родители смотрят на своих детей, но уже взрослеющих, у которых любовь-морковь, и родители говорят, боже, это она тебе не пара. Нет, у родителей совершенно свои эгоистические мотивы, абсолютно. Они не имеют ничего общего к любви детей между, там, друг другу. Это совершенно другая песня. Родители со своей колокольни смотрят. Во-первых, их сын или дочь, они, конечно, самые лучшие. И, конечно, найти достойного, это вообще нереально просто. Поэтому это абсолютно даже нельзя принимать в расчет. Но могут подлить, там, маслицы в вагоне. Ну, еще как напортить могут, конечно. Но, понимаешь, как вот раньше было принято у родителей, там, спрашивать благословение, да? Да. Вот. Но сейчас я не знаю, насколько это практикуется, не особо никто не спрашивает. Приводят домой, говорят, Маша, вот это мама, вот это Маша. И придется с тремя фотками, и говорит, мама, ну, выбирай мать-невестку. Раз и три сразу. Нет, ну, я не думаю. Я шумчу. Я шумчу. Я шумчу. Но дело не в этом, а вот приводит и, собственно, не особо считается с родителями в этом смысле. На самом деле это правильно, потому что нужно только своему сердцу доверять, а не родительскому. А есть еще опыт, кроме сердца? Жизнение. Есть опыт. Ты можешь, знаешь, как, вот наши дети, они уже тоже потихонечку, вот-вот впереди вот видна слева мимоза. Да, да, и справа тоже. И справа, и слева, да. Вот. Наши дети, они тоже мудреют. И вот они сказали фразу, и она мне очень понравилась. Мы тебя услышали, и мы сделаем так, как считаем нужным. Вот эта фраза, она мне очень понравилась. Ты тебе наша дочь сказала? Да, да. И вот, да, вот она зрелость, то проявляется, что да, вы, конечно, вы слушаете всех родителей, но сделаете все равно так, как считаете нужным. Дело все в том, что, например, если родители окажутся правы, да, то тогда, значит, вы скажете, там, или, например, они окажутся, ну, в общем, правы или неправы, то есть у вас кто-то будет виноват в том, что у вас состоялись или не состоялись отношения. А ответственность в этот момент должна быть своя собственная, то есть ее нельзя ни на кого перекладывать. Даже если родители тебя уговорили, обломали, и ты поступил вот так, как они тебе сказали, все равно ты виноват. Да, но хоть, 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 если что не так. Правильно, но хочется переложить, сказать, это же вы меня так научили, вы же не хотели там ее... Это выходит от ответственности. Да, но тут есть очень интересный момент, вообще-то, в продолжении, да, темы любви. Мы встречаемся уже с людьми, которые, там, у них было по несколько браков, там, по пять браков, и люди приходят, и уже... Он мне его скатает. Да, да, и на старости лет говорят, эх, блин, да если бы я был тогда такой умный, как сейчас, я бы тогда не разводился, потому что ничего нового не нашел. Света, давай мы эту мимозу подадим нашему зрителю. Ой, какая красивая, да, да. А ты можешь ее близко сделать, нет? Нет, наша камера не позволяет наводить... Ой, какая красивая мимоза, да. Да, у нас фиксированный фокус, очень красивая мимоза. Мы тут по дороге видели машину, она остановилась на обочине, вот здесь очень узко, нельзя остановиться, там немножко пошире было. Она остановилась, женщина выскочила из машины и стала просто ломать эту мимозу и собирать букет. Да, она ее ломала, вот как в песне, белую березу заломать ей. Вот так она, желтую мимозу заломать ей. Ну, ее красиво, конечно, поставили, но... И мы со Светой подумали, она спортивная, шикарная машина такая с открытым... Но женщина такая, не юная совсем, то есть женщина такая... Мы подумали, наверное, это из наших соотечественников, потому что кто же еще будет ломать мимозу на хайвее. Ну, ты знаешь, что, я об этом не подумала, обычно на наших соотечественных очень хорошо видно. Нет, я не думаю, так что не было у меня такого ощущения, но она, может быть, едет тоже к своему любимому и вот решила ему подарить мимозу тоже такую. А в Америке нет такой связи между мимозой и любовью морковью? С одной стороны нет, но с другой стороны, поскольку она цветет всюду, да, а сейчас у нас во всех магазинах всюду сердечки такие, все тити-мити, то она как бы в эту тити-мити тоже вписывается, потому что действительно очень красиво, когда эти заросли мимозы проезжаешь, невероятно красиво. Вот обидно даже, вот эти люди все вот на дороге, вместо того, чтобы себе тити-мити делать в Валентайн-дэй, они запрудили хайвей. Они как раз и сделали, они все возвращаются, проведя шикарный день на берегу океана, вот, наверное, со своими влюбленными, вот, в открытых машинах сидят, вот, видишь, девочка с мальчиком. Да, да, трогательно. Вот, так что они как раз очень провели. А некоторые вот уже везут на тягачах. Ну, всяко бывает. Да, так вот, влюблялись, пожалуйста. Всяко бывает. Хотели как лучше, а получилось как все. А получилось как часто бывает, да. Потому что я должен камеру повернуть вот в эту сторону. На заход? Вот туда. Да, да, такое небо у нас красивое. Так, ну, давай мы обратно поставим. Сейчас легко камеру двигать, поскольку хайвей почти не движется. Да, все возвращаются домой. Да, то все очень легко и красиво. Можно, не рискуя, подвигать камерой. Вот нас все время спрашивают, не надоело ли нам смотреть вот на эти красоты вокруг. Да. И я каждый раз вспоминаю. Открай, пожалуйста, окошечко. Говорю, как красиво, господи. Так, давай вот туда камеру накажем, вот так. Вот такие красоты. Вот так едешь. Да. И уже перестаешь иногда замечать, но... Не, мы как раз замечаем всегда. Ну, мы замечаем, да. Мы замечаем, нам как-то каждый раз вдохновение такое приходит, спускается. Вот так же, как океан, никогда два дня подряд не бывает одинаковым, все время что-то по-другому. Вот так же эта природа, она совершенно дивная при любой погоде. Или хоть дождь идет, хоть солнце, восход, закат, середина дня, потрясающе. И небо каждый раз другое. Возвращаясь к теме, это любовь-морковь, надо сказать, что и в снегу, понимаешь, имеется в виду, там где заснеженно и холодно, и вот так он и она. Представляешь, они выходят на улицу, там надо быстро пробежать, потому что за пять минут там отморозится нос, там, или еще что-то. Ну, я утрирую. Вот, но, понимаешь, любовь-морковь, она везде, вот, в жаре, в средней полосе, там, холодильнике. У нас такое впечатление, что у нас сейчас вот лонг-викинд, вроде завтра в понедельник нерабочий день. Когда? И я думаю, что очень многие уехали на Тахо, как вопрос о снеге. Да. Уехали на Тахо, и там встречают Валентайн тоже, на лыжах, можно сказать. Тахо – это озеро горное. Да, и там горные курорты, и горные лыжи, и вот молодые люди наверняка туда поехали, и там отмечают Валентайн, что тоже неплохо. Неплохо. Так что, Света, мы пожелаем влюбленным? А мы пожелаем найти свой пазл, найти свою половинку. Нет, так если они уже нашли. Найти своего мэйта. Ну, тогда работать над отношениями дальше, чтобы они продолжали, чтобы они не затихали. Вот мы вам мудрость даем, а вы ее развиваете в отношениях. Так, а какую мудрость мы даем? Ну, как вот, ну, что это над этим, ой, какая мимоза, вообще. Да, да, тут, друзья, вот тут она вон там спряталась, но я не знаю, вам, может быть, не так хорошо видно. Вот она там, желтенькая, такая пушистая, знаете, она махнатенькая. Да, значит, ну, чего же, тем, у кого еще не нашлась, Валентинка, да, половинка, значит, чтобы нашлась. А тем, у кого есть, берегите ее. Да. Потому что, вот, вроде кажется, поменял одну на другую, а вот шил на мыло поменял, ничего так вот. Нет, а бывает так поменял, что уже и потом всю жизнь жалеешь. Нет, шил на мыло, это еще не страшно. Ну, вот люди, которые прожили большую жизнь и поменяли много, не просто там, мэйтов, да, вот именно супругов, говорят, ой, если бы я был такой умный, не стал бы этого делать. Да, я вот на днях, Свет, приехала студентка к нам из другого штата, так скажем, уже такая, ну, лет к 50 годам, так примерно, женщина, вот, и она эффект, это как симпатичная очень, так выясняется, что она там как бы сама по себе, я говорю, а что это сама по себе? Она говорит, ой, как я, уже устала от них, от всех, три раза замужем была. И тоже, к слову, она говорит, что ты знаешь, что если бы я тогда понимала то, что сейчас понимаю, у меня первый муж такой хороший был, сейчас только понимаю, какой был хороший у меня первый муж, а я вот не ценила. Ну, большое видится на расстоянии, это во-первых, поэтому, конечно, пожелать людям нужно, чтобы они немножко глаза открыли и увидели большое вблизицу, и ценили бы то, что есть. Да, очень важно ценить то, что есть, потому что почему-то так получается в жизни, что меньше всего внимания и любви достается тем, кто рядом. Понимаешь, вот все силы уходят на что-то такое внешнее, а те, кто рядом, они как бы недополучают от нас. И родители, и любимые, и дети. В общем, вот так вот. Ох, какая красота. Я не знаю, видно или нет, какие деревья на фоне заката. Что-то видно. Да, потрясающе. Что-то видно. Так что, ребята, цените то, что есть, пока оно есть. Ох, ты как-то там нашумели, да? Через открытое окошко. Да, на затопе. Ну, давай тогда на этом мы и Валентиновскую тему закроем, да? Да, да. Хорошо, что мы так не спеша ехали, могли картинки показать. Все показали, да, как бы всем на стол цветы поставили. Да, да. А так уже между делом, я хочу сказать, что мы сейчас находимся на перевале, и вот в этом самом месте все переваливается. Вот видите, там впереди, справа, торговая точка. Я сейчас немножко, может быть, отрулю туда вот. Там впереди торговая точка. Раньше она была гораздо лучше. Там просто стояли прилавки такие, продавали там фрукты, ягоды. А сейчас там построили обычный какой дели-стор, то есть там какие-нибудь чипсы продают, водичку там, не знаю, туалет поставили. В общем, никакой радости жизни. То есть фрукты вот так, как раньше, больше не продают. Ну, я просто чему говорю, что это перевал. Вот дальше дорога будет идти вниз, и вниз, и вниз. Ну, что-то все вообще встали. Ну, встали, наверное, они бы ехали с радостью, но как-то у них не получается. Да, вот еду только мотоциклисты, едешь, им ничего не мешает. Да. И они между рядов... Им ничего не мешает, но периодически от них... Ой, не дай бог. В общем, София недавно ехала в офис на работу. И вот пронесся у нее мотоциклист, а потом дорога встала, а потом вот она уже подъехала, он там... В общем, лежит укрытый, там, накрытый, полиция, скорая, там, и так далее. Два часа лишняя до работы добиралась. Да, ну, ребята, в общем, не рискуйте жизнью. Да, берегите себя. Берегите себя, берегите своих любимых. И берегите себя для своих любимых. Вот. Тоже важно. Это тоже важно, да. Некоторые, как бы, у них есть люди, а они и так себя ведут, вот... Как будто нет никого. Как будто нет никого, и как будто, да, вот, они сами по себе, а они уже не сами по себе. Да. В общем, надо осторожненько. Счастливы, ребята, и чтоб все было хорошо. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...